Объездки заполнило водой. Раньше здесь было намного суше. Ну для Санька не проблема. Ну а сзади уже наверное все и тем более спокойно себе проедут. Хотя можно считать что на карту. Так как сказал сразу начал застревать. Ох как лед поднялся. Сейчас попробую вам вот так показать. Новая решетка похоже еще держится. Со старой мы распрощались довольно быстро. Класс. Сейчас уже поедет. Вообще конечно кажется может быть Ярика стоит вперед. Лед вздыбился. Принимает сейчас опять свою форму обратно. Оп. Пошла волна. Вот так это и работает. Неплохо. Пошла волна. Пошла волна. Пошла волна. Не знаю, на сколько заплыв глубокий, но довольно продолжённый. Хотя по факту вроде ничего криминального. А, вот там сразу дальше будет интересная горка. Да это ж мосты, но здесь ещё можно побороться. Роман, давай лебёдки. Да? Ну, видимо, да. Да мы уже так подтолкали один раз Ниву, пришлось Ниву менять. Так, а Ярик пробует тоже поломать лёд. На заднем фоне происходит какая-то дикая вакханалия. А, вот как вы это снимаете. А я так не могу, посмотри на мою палку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, неужели Ярик застрял? Я удивлён. Я думал, оно сегодня не застревает. А что происходит? А так не повалился. А? Так не повалился. По одному колесу? Надо накидать травы под колёса. Я 9 раз тебе говорил. Ну, потому что момент. Ну, вообще, я считаю, это карп более взрывной. Смотрите, подвытянулся. А, ну не, катается, катается. Трактора, конечно, решают практически любые ваши вопросы. Класс. Сейчас будет немножечко диагоналочки. Да-да, это это место. Узнаю. Помогает. Помогает. Юля, по-моему того, кто снимает, чем помогает за карпой? Руками. Я иногда могу и не только руками. Так, сейчас небольшой подъёмчик с лужей. Вот это, мне кажется, самое сложное. Ну, не для Санька. Ну, бегемотина, само собой. Просто изи. Ой, как капнул мордой, а! Вот сейчас у Айзеком на открытых дифах могут быть сложности с подъёмом. Угар. Угу. Хороший Это циклист. Самое фиговое, что я уже не могу выйти поснимать. Я просто очень хочу, но никак не могу. Вот, это все, на что я гараз сейчас. Да, может назад сдать? Да, я выйду все-таки, сейчас далеко рубиться. Не-не-не. Офигенно, просто боженько. Как он это делает? И я не понимаю. Офигенно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Саня начал свое путешествие на лебедке... Спасибо Ярославу, что оперативно подскочил... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто, если честно, это по моей инициативе он полез в эту жесть... Яр, давай потихой вперед, прям тихонечко... Стой, 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 стой... Отдай назад чуть-чуть сдавай, чтобы лед подослабить... Так, сдали назад, чуть-чуть лед подраскидали... Ну, совсем чуть-чуть... Сейчас Саня пробует опять его преодолеть... Глыб настолько много... Что... Просто тачка даже на лебедке упирается... Тонули? Я, если честно, тоную... Замерзли там по 10 дней... Да? Ха-ха-ха-ха-ха... Право руля, право! Ну, лишь бы... Другие товарищи... Взять от? Да-да-да-да... Вот у тебя, как друзей товарищей такой-небдой негде нет... Другие... Я иду к этому... Я не могу... На всех... Другие... Что, вообще, не могу... Ведь это точно не может быть... Нет Санька все-таки хочет дать бой Это и ужас Мне кажется, у него уже ничего не выйдет Мне даже сейчас Немножко стыдно, что я в нем сомневался Так, Ярик сказал, что он сейчас отомстит За Санька Санек, правда, тоже порывался Но я его сохранил, скажем так Поголите? Ага, благодарю Пока в обратную сторону Но все же наблюдаем Засейвили люстру на следе пожарной Редактор субтитров Н.Л��ова На JM начальном уровне Субтитров Н.Л 독sea Н.Л quiet Ой, тут уже прям цунами Все проедет, красава, красава И мотор, конечно, так же и здесь хорош двигатель Он еще ходами скорее пойдет И второй раз, чтобы 2.1 было в пользу Офроуга 100Б Офигенно! Ну что ж, мы установили справедливость А это значит, что мы абсолютно спокойно Без зазрения совести Можем продолжать наш маршрут далее У нас очередная затяжная объездка Не объездка очень глубокая, это я помню Но объездочка тоже не из простых Толстый лед, его уже довольно тяжело ломать Ну, дубастая резина В принципе, с этим справляется Вот я вижу, сколько у него под рамой, под кузовом льда Конечно, это сильно затормаживает процесс Ой-ой-ой, дерево нам не нужно Вот в этом, конечно, есть косяк настолько большой машины Что они очень маневренны по объездным дорожкам Потрогал дерево И успешно его обошел Там опять узко, но благо колея держит и все нормально Ребятам же остается набрать ходу Играть рулем Молиться И идти на второй передаче А и вправду нормально Превосходит Субтитры делал DimaTorzok Повторяне Повторяне Субтитры делал DimaTorzok хорошую волну пустил мне по-моему даже уже пора убегать со льда смотрите а здесь намерзла ступенька получается да прикольно о маньяк а ну кстати погнул все-таки одну тягу несмотря на то что она усиленная межколесную ну не то чтобы согнул но движение тяги уже началось какие-то недобрые звуки доносится из уаза сани только что видел что задняя блокировка не досрабатывает хотя нет сейчас все работает на все сто сань сань здесь объездка можно объехать или будешь рубиться а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мне кажется, это проще забрать назад и уйти на объект. Кстати, стали появляться какие-то тракторные следы. Ну, удачи вам, чё. Саня хорошо держит. Видел, какое у меня Саня заботлив, перчатки выкинул, всё выкинул. Судьбой комплект сразу тебе, вот, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, Юлик, давай. Чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часто тебя зрители видят со стороны, как ты лебёд туда скажешь? Топически никогда. То есть сегодня эксклюзивные кадры? Да, эксклюзивные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы идём обратно. Роман... Олень. Утопил телефон. Но не факт, что он его, кстати, утопил. Возможно, он его просто уронил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ищем в пеший поход. На обместку нигде не выходил. НЕ-А. Ну, как бы найти телефон вот в таком состоянии. Я честно, извините, что перебил. Я думал, его как минимум либо утопили, либо раздавили. Ну, либо сожрали. Живой? Не знаю. Да не, а что ему будет, с другой стороны? Он же не под водой был. Он пока бы включил. Работает. Чувак, это просто нереально. Это счастье, я тебе отвечаю. Причём, чтобы вы понимали, мы топали, наверное, минут 5-7. То есть это не то, что там 5-10 метров. Сморь нас похватился. Блин, вот не в телефоне даже дело, понимаешь? Конечно. Это то информация, которая на нём. Но в телефоне тоже дело. И обычно, когда у меня такие проблемы случаются, я приезжу домой и сразу копию делаю резервную. Блин, это точно. Я сегодня первым делом всё сделаю. Так, у нас тут в лесу был лютый завал. Благо, у Ярослава была пила. И он довольно быстро ей справился. Но мы всё равно сделали долгий перерыв, похавали. Поэтому уже порядочно стемнело. А, прикольно. Только единственное, я, по-моему, порвал вейдерсы. Нет, не порвал вейдерсы. Держатся. Коль уж я вышел. Давайте насадимся слегка сумеречным оффроудом. Зимой он особенно красивый. Потому что свет от фар, точнее, свет от снега отражается. И как-то прибавляется романтики, что ли. А, мы потеряли Рома. Слушай, это и монстр, конечно. Деревянная полена. Саня набрал уже какие-то лютые обороты. Накрутку лайков, подписчиков. И даже не выпускает меня из машины. О, как это хорошенько. Ну вот мы и встали. Вот сейчас встанем. Нет, нет, нет. А это выходил постоянно, а я в салоне сидел. А, это у вас нормально, да? Да, это у вас нормально. Сейчас будет холод, давай, давайте слагим. И, кстати, пошел снежок. Ох, хрустик, хрустик. Да, если честно, у меня были большие предчувствия. Хотя нет, знаете, уходят вниз. Ярослав чисто на люстре. Блин, а я соскучился по этому ледовому оффроуду. Ходил я абсолютно беспощадный. Но мне его, оказывается, не хватало. Ну что, нам остались считанные метры до... Слушайте, а хрустит подо мной. Считанные метры до речки. Вроде бы, последняя серьезная запруда, заплыв. Но оказывается неглубоким. Хотя еще это не конец. Мы все знаем, как это может дружно измениться. Какая магия, а! Ярослав набирает ходов. Залезает на свой собственный лед. Тем самым, мне кажется, упрощает задачу для УАЗика. Отлично! Итак, собираем наш стол. И отправляемся в речку, которая изрядно вышла из берегов. Точнее, из берегов она не вышла. Но вода поднялась. Сейчас пойдем затестим. А курта тоже непровокаемая? Да. Воды стало, ребят, я вам скажу, очень много. О, вейдерсы. Нет. Показал, что пропускают. Просто холодно. Слушай, да, Саня, я походу веткой, когда ты проехал бревно, походу порвал вейдерсы. Все-таки стекут. Не-не, порвал, порвал. Блин. О, собака. Слушай, боюсь глубины экстренной. Слушай, ну то, что я их порвал, это факт. Только не могу понять, где. Ну, господа. Слушай, а течение такое, интересное. А если ноги от земли поднять, поплывешь? Ну, чуть-чуть подплываю. Сань, надо ехать. Просто я уже не выйду на лед здесь. Не-а. Вон там, воненький лед. Ветром здесь. Так, ну, ребята, вроде уже едут. Сань, а давай быстрее, реально холодно. Очень холодно. Выше, чем по пояс, почти по грудь. Очень много воды. Так, ну что, первый пошел Саша. Первый открыватель. Лево, 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 лево. Лево. Да уже все, только вперед. Лево, 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 лево. Плохо заедет, да? Плохо заедет. Чего же он постоянно глохнет там? Может, уже бенз отливать начал? Я слышу этот смех изнутри. Очень дурной знак. Стартер. Что-то или слышу звуком стартера? Ну я слышу, как он делает тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А надо делать по-настою втягивание. Там примерно по сиденье, да? Так, ну Саня завелся и значит, что шансов уже осталось. Попыток не так много. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, Санек все потянил, все завел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моему тут не заехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя нет, пробираешься, пробираешься. Не, уже не пробираешься. Уже не пробираешься. Тебя вот сюда заскочить. Попробуй вот сюда заскочить, налево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чисто жесть. Блин, неужели маньяк сейчас будет разгоном брать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки замерзли, ноги замерзли. У нас есть утонувшие, пострадавшие. В общем, холодно. Но очень интересно. Интересно, Ярик сможет забраться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередь Ярослава. Капец, даже он по фаре погрузился. Через капот машина дышит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь, я думаю, у него будет примерно та же история, что у Сани. То бишь, лебедка. Ярик, пробуй вот сюда. Если не получится, то будем лебедить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мостом. А, мостом убирать? Поэтому, я говорю, только вот на этот бортик заезжать. И, увы, из воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лево, 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 лево. Знаешь, на что похоже? Накупание мамонтенка? Не-не, так опасно. Чуть налево, назад и направо, вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще, еще назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще чуть-чуть. Хорош, пробуй направо-вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, отсюда хочешь? Ну, если еще правее возьмешь, то гипотетический шанс есть. Не-не, это нормально. Че, давай лебедить на всякий? Стой, стой, не ломай. Давай лебеднем. В итоге что-то там слезало. Я вот думаю, точнее, надеюсь, на хаб. Но, может быть, все, что угодно. Поэтому поднимаемся на лебедочки. Короче, горочку-то по-холодному никто не взял. Совсем она скользкая и крутая. Хотя, если честно, когда мы ехали, думал, что в эту сторону у нас проблем-то уж всяко быть не должно. Ну, Ярик, в любом случае, уже на свободе. Вейдерсы официально отслужили два года. И служили бы дальше, если бы Саша меня не порвал бревном. Который вот тот алкал. Где их сказал, что, походу, я порвал. Потом такой, а не, не порвал. И, видимо, я все-таки умудрился их там завернуть. А Ярослав порвал хаб. Поэтому ничего страшного. А вот количество воды во мне... Блин, как бы проверить? Так вот и дырка. Вон, смотри. Ну, когда Саня бревно тащил. Так, а ребята все пытаются победить спуск. Мне кажется, их УАЗик прям не хочет туда ехать. Очень неудачно зашли. Пу-ру-пу-ру-пу! Да, похоже, УАЗик не очень любит водные процедуры. Так, ну все, до сюда дошли. Остальное мелочи. А, по-ру-пу-пу-пу. Так. Алло-пу! Саня бревно. Салено. Пришлось немножко подразобрать патруляпу. Короче, собираем патруляку обратно, вытаскивали остатки полуоси, а кстати, где они? Вот, валяются, что-то от лома, что-то граната раскрулись, наверное, сам шлис. Короче, капец там, а мы пытаемся разжечь, как стрищи, которые вообще никак не схватываются, никакими силами. Костер вроде начал разгораться, а Рома на полном периоде считает, что пиво горит. Это же отецкий гусь, потому что. Отецкий? У отца взял? Козёл. Не знаю, сколько у нас ушло времени, я думаю, около минут 30. Рома. Ну, примерно, да. Примерно, да. Будь здоров. Спасибо Артуру, спасибо Роману за техническую поддержку автомобиля Ярослава. А мы едем дальше. Пытаемся выбрать максимально короткий путь, но только сейчас поняли, что мы немножко лоханулись. И нам придётся опять переезжать через речку. Уже другую, но более мелкую, по идее. Серьёзно? Да. Из плохих новостей у Ярика три колеса. Из хороших мы вроде бы все едем. Подъехали к очередной речке, но в памяти есть, что она должна быть неглубокая. И сейчас такие броды бам. Не, всё нормально. Даже воды нет. Ну, чуть-чуть там что-то плеснулось. Но это не считается. Если честно, я такого количества бродов не помню. Наверное, ни на одном маршруте. Здесь прям уже скач. Ярик, походу, не поместился в лесу. И ему приходится с одним отломанным колесом долбить лёд. Дело не из лёгких. Но, к сожалению, ввиду абсолютной замёрзлости в моих штанах, я уже пошёл обратно. Но он по-любому выберется. Мы все молодцы. Он, кстати, почти уже и выбрался. Сейчас, кстати, опять хорошо видно, как волна идёт. Подводная. Подлёдная. Кайф этот эффект. Сколько раз в жизни я его уже видел, но всё равно никак не могу от этого успокоиться. Извините за супер шум. Отойду, пожалуй, немножечко. Мы выехали. Я бы сказал, наверное, каким-то чудом мы выехали. Но, слава богу, сегодня будем ночевать дома. Потерь сегодня было довольно много. Но мы справились. Сейчас. Интересно, вам вообще меня видно? Наверное, вот присаду так на всякий пожарный. А маршрутец огонь. Но хочется побольше снега и поменьше вот этой ламучки льда. Потому что она, ну, крайне плохо влияет на состояние техники. Ну, но вообще уже пора и весну ждать. О, и ещё, конечно, очень расстроило то, что я так по-дебильному порвал Вейдерс. Это, конечно, провал. А всё, Санька виноват. Спасибо большое, что смотрели. Оставайтесь с нами. Всех благ вам. Вот чтобы у вас всё было хорошо. Настроение хорошее. Поэтому я сегодня особо пожелателен. Ну и, конечно же, по традиции. Всем мир. Всё, всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Колокольчик. Не забываем обязательно пишите комментарии. Всё это повышает активность канала оффроуд СПБ. И уменьшает его пассивность. Да. Ха-ха-ха-ха.